Забота о здоровье Диспансеризация И постановку на учет диспансерного наблюдения Если выявляются какие-то заболевания Или у человека они уже были То есть как раньше было профосмотр Да, но только теперь Это более обширное понятие То есть профилактический метаосмотр И он включает в себя И диспансеризацию Как бы это Не у всех жителей А у определенного возраста То есть сейчас по 124 приказу Российской Федерации Он вступил в этом году С 1 мая Очередной новый приказ по диспансеризации И теперь В принципе профосмотры проводятся Всем жителям с 18 До 100 лет Но если старший человек жив То он тоже может прийти на диспансеризацию И вот Профосмотры проводятся Молодому населению С 18 18 21 То есть раз в 3 года Это диспансеризация А между ними Кратность 2 То есть 2 года Там проводятся профосмотры А с 40 лет и старше Ежегодно проводится Сейчас диспансеризация То есть это более углубленное Обследование Более углубленное обследование То есть получается человек Если даже ничего не болит Он не то что может Он должен прийти И проверить свое здоровье Да У нас же как обычно бывает Ничего не болит Я не хожу к врачам Потом заболела Пришел Что нужно Значит Ничего не беспокоиться Ну приди и проверь свое здоровье Так Да естественно Потому что Такое отношение к здоровью Это в корне неправильное Потому что прежде всего Это профилактика Человек в первую очередь Сам должен заботиться О своем здоровье Если он не позаботится О своем здоровье То никто за него Это не сделает И то есть у него Уже в раннем возрасте Могут появиться заболевания Которых он даже не подозревает То есть они себя никак не проявляют Да А потом в какой-то определенный момент Будет какой-то толчок И это заболевание Проявит себя Но оно уже будет Не в начальной стадии А уже будет запущено Это состояние И то есть его придется Уже лечить А проще естественно Заболевание предупредить Чем лечить Впоследствии Уже хронических заболеваний Которых Ну может только Наступает ремиссия А окончательно Вылечить хронические заболевания Нельзя Нужно заболевание Все предупреждать С раннего С детства Что для этого нужно Да Что для этого нужно То есть получается Самые главные Скажем так Да Моменты Ну самое главное Это физическая активность То есть обязательно Человек Ежедневно 30 минут Должно быть Физической активности То есть Независимо от возраста Если у человека Даже есть какие-то Хронические заболевания То все равно Хотя бы ходьба Ежедневная Должна быть В том темпе В котором человек То есть при наличии Каких-то хронических заболеваний Может себе это позволить А следующее Обязательно Правильное питание Рациональное Мы часто Вот в наших программах Заботы о здоровье Говорим о правильном питании И тем не менее Вот я думаю Не лишним будет повторить Основные моменты Которые должен знать Каждый житель Ну Во-первых Что Нельзя злоупотреблять Сладким Мучным Газированными Газированными напитками Алкоголем Это все категорически Противопоказано Нельзя Много употреблять В пищу соли Много сладостей То есть соли Может человек В день употребить Не более 5 грамм А сахара Где-то 5-6 ложек Чайных То есть это в перерасчете Что во все продукты Входит этот сахар И то есть конфеты Шоколад Ну все Варенье Абсолютно все Вот да В течение дня Не больше То есть Ну и ограничение Естественно Мучного Сладкого Категорически Не надо есть Гамбургеры Чизбургеры Ну и все Вот это вот Фастфуд Весь вот Он никогда Никакой пользы Не принесет Потому что Это легко Усвояемые жиры Углеводы Они очень быстро Всасываются кровь И получается Что нагрузка На поджелудочную Железу На печень И поэтому От чего Сейчас появляется Много полных людей От того Что неправильное питание И очень малоподвижный Образ жизни В основном Придя с работы Люди все сидят Вместо того Чтобы пойти Хотя бы просто Вокруг дома Пойти и погулять Или лежат Или лежат А это тоже Скажем так Сказывается Ну это Совсем нехорошо Совсем нехорошо Поэтому Про питание Сказали Про физические нагрузки Сказали Что входит В комплекс Диспансеризации Вот человек приходит Что его ждет Какое обследование Что проверяют Ну во-первых Сейчас На диспансеризацию Может прийти Любой житель Воскресенского района Имеющий Паспорт Жителя Российской Федерации И медицинский полюс Именно вот Областной Медицинский полюс И прикрепление К медицинской организации То есть Или к первой районной больнице Или ко второй районной больнице Но при Прохождении Диспансеризации Сейчас Включается В себя Комплекс То есть Это анкетирование Измерение давления Артериального Измерение Внутриглазного Давления Сдача Анализа Крови Глюкоза С холестерином И Общий анализ Крови Дальше Значит Всем жителям Делается ежегодно Флюорография Женщинам Старше 40 лет Маммография Мужчинам 45 50 55 60 И 64 Года Берется Кровь На ПСА Так называемый На Предмет Наличие Заболеваний Предстательной Железы В 45 Лет Сейчас Ввели Делают Гастроскопию Жителям Именно 45 лет Если Исполнилось По определенным Определенным Возрастам Сдается Кал На Скрытую Кровь Это Скрининг Онкологии Толстого Кишечника Сейчас Очень много Направлено Скрининг Онкологических Заболеваний Заболеваний Сердечно-сосудистой Системы И Хронических Заболеваний Легких Ну Вот Это Основные Исследования Которые Проводятся При Диспансеризации Татьяна Александровна У нас же в городе Это Уже не один Год Проходит Скажем так Эта акция Вот как вы считаете Она стала популярна Среди жителей Больше стали Заботиться О своем здоровье Ходить Проверяться Скажем так С профилактической целью Ну Диспансеризация Заканчивается Уже шестой год То есть С 2013 Года Но Население Как-то В принципе Не очень активно Заботится О своем Здоровье Все таки Есть такой момент Да И не очень активно Идут Вот именно На профилактику То есть На медосмотр Они ждут Когда им Пришлют Письма Или страховые Компании Или фонд То есть Сейчас они Рассылают Делают рассылки Или смс Сообщения Посылают Или письма Присылают То есть Вам Необходимо Пройти Диспансеризацию Население Тогда приходит Или предприятие Когда Вот тоже В составе Предприятия Люди Всем полным Составом Приходят На профосмотр А так вот Сами жители Которые Не работают Где-то На больших Предприятиях Заняты В частном Бизнесе То есть Они Очень Как-то Ну Безответственно Относятся К своему здоровью Некоторые Не ходят Много лет Вообще То есть Приходят Потом Вот конкретно К нам В центр здоровья И удивляются Что так можно Быстро Все пройти Без проблем Без очередей И то есть Даем полный набор Обследований И вот Ну то есть Человек Придя в центр здоровья Вот например Может пройти Практически Все За Час-два Единственное Обследование Которое Будет На следующий Ну Не в этот день А маммография Для женщин Потому что там Ну не могут Много обследований В день делать И единственное Обследование Которое мы даем На другой день Все остальные Обследования У нас проходят Практически День в день То есть Не день в день А в течение Буквально часа Несколько часов Полутора И все Татьяна Александровна И ведь Сейчас же Это же оплачивается По трудовому законодательству Этот день Если человек Пошел Отпросился с работы И пошел Проверять свое здоровье Раз в году Ему же оплачивается Этот день Да Сейчас вот С этого года Один день По трудовому кодексу Оплачиваемый Когда человек Идет на диспансеризацию То есть Это очень важно Что мы сейчас Об этом рассказали Потому что Действительно Не все жители знают И не до всех Эта информация дошла Ну вот Получается На что направлена Диспансеризация Рассказали Что это профилактика В первую очередь Для чего она проводится Тоже Ну всем все понятно А вот Когда лучше приходить Вот если не было приглашения Если Скажем так Человек Не надо их Не надо их Очень сильно Отвлекать Потому что Участковый терапевт Лечит заболевания Уже А профилактикой Занимаются Профилактические отделения То есть У нас в каждой больнице В каждой поликлинике Есть отделение Кабинета профилактики В которую тоже Можно обратиться И им дадут Все обследования То есть Все направления На прохождение Диспансеризации Или профосмотра То есть Это можно сделать В любой день В центр здоровья Можно прийти В любой день С 8 до 2 Центр здоровья Находится у нас В больничном городке В центре города То есть Для удобства Без проблем К нам все Кто приходит Проходят Диспансеризацию День в день Для удобства Жителей Ежемесячно Одна суббота У нас рабочая То есть Это по И на В районе Обслуживания Второй больницы В Белозерской Поликлинике В Цурупе И в первой поликлинике Это в центральной Части У нас Ежемесячно Есть рабочая Суббота Сейчас Чтобы Люди Которые Заняты на работе Не могут В рабочее время Вообще уйти С работы Ну есть Очень много Категорий Таких людей Наших Которые не могут Уйти вообще С работы И вот Была Можно Можно Была Возможность Человеку Пройти Диспансеризацию Именно Вечерние Человек Чтобы человек Сам Заботился О своем здоровье Вот А у нас Например В каждом В Белозерске Белозерский Там вот Район То есть Там Лежащие деревни Там Поликлиника Белозерская Там есть Все Там И делается И рентген У них есть Рентген легкий Делается Вместо Флюорографии Момограф Есть Там В той Поликлинике Есть все То есть Точно так же Все жители Того Округа Могут Подойти В любой Тоже День На прием И пройти Профосмотр Диспансеризацию В районе Цурупы Точно Так же У нас Есть Момографа Но рентген Есть То есть ЭКГ Будет сделано Кровь Возьмут Гинеколог То есть Там Тоже Везде Все Это Есть За Исключением Конечно Вот Сельские Населенные Пункты Там Немножко Обстает Дело Хуже Но У нас Транспортная Доступность То есть Можно Приехать В первую Поликлинику Без проблем То есть Здесь же И электрички И автобусы Ходят Довольно Таки Регулярно А что касается Передвижного Флюрографа Мы Слышали о том Что он Скоро появится У вас Да В наличии Да Первая Районная больница Получила Передвижной Флюрограф Планируем Начать Выезды С декабря Месяца Этого года И То есть Как раз Вот мы Начинаем Выезды С отдаленных Районов И то есть Этот вот Флюрограф Можно подойти И будет Сделать На месте Флюрограф Не надо Выезжать В город Да Не надо Выезжать Это тоже Профилактика Легочных заболеваний Чтобы как можно Больше Можно было Охватить Население Района Профилактическими Такими Обследованиями Флюрограф А вот Говоря вообще О ситуации Скажем так С рождаемостью Смертностью В нашем округе Что можно сказать Какие Скажем так Год завершаются Какие цифры Ну в принципе У нас Смертность От Общая Смертность На Вот За 10 месяцев 1705 человек 50 1750 человек Умерло За 10 месяцев Этого года А родилось 1200 Пока Смертность Превышает Рождаемость Это всегда так Это уже На протяжении Несколько лет Смертность Превышает Рождаемость Но Как бы Мы Не Отличаемся От целевых Показателей То есть В Московской области Мы не впереди И не сзади То есть Как бы На уровне В Московской области Такие показатели Тоже Как и у нас Вот Но у нас Снижение Идет От Болезни Смертности От сердечно-сосудистых Заболеваний То есть Снижается количество Да От Новообразований То есть От всех Заболеваний У нас Как бы Идет Немножко Убыль Снижение Смертности Может быть Это как раз Направлено На то От того Что То есть Люди Больше стали Ходить И Заботиться О своем здоровье Приходят на профилактику Вот например За 10 месяцев Этого года Мы Выявили Всего 769 Заболеваний То есть Люди Неденциали Об этом Что у них Есть хронические Заболевания Они пришли На профосмотр И мы У них Нашли Заболевания Из них Онкологических Заболеваний 26 человек Это Молочная Железа 9 Система Пищеварения 5 Легких 2 Представительная Железа Одна Ну и другие Там Заболевания Вот Сахарного Диабета 188 Человек То есть Жили люди И не знали О том Что у них Сахар Повышен Представляете Что у них То есть Там сахар Превышает Не на единицу Сразу Естественно Им никто Не выставит Это Заболевание То есть Это сдалось Неоднократно Сдали Анализы И уже После этого Эндокринолог То есть Выяв Какую-то Патологию Мы Направляем Тому специалисту Которому Необходимо Идти Данному Человеку Сердечно-сосудистых Заболеваний Выявлено 502 Из них Гипертонической Болезни 397 Ишемической Болезни Сердца 99 То есть Вот 769 человек Ходили И не знали Что у них Есть заболевание То есть Вот В центре здоровья Даже приходят Практически Здоровые люди Должны К нам приходить На профосмотр Но Ежемесячно Мы даем Направление В стационар То есть Вот они приходят К нам На осмотр И мы сразу Их Кладем В стационар Это Или Очень Высокое Давление Или Какое-то Нарушение Ритма Сердечного Ну то есть Вот такие Состояния Которые Нужно Экстренно Человека Направить В стационар Чтобы он Получил Тут же Квалифицированную Помощь Чтобы это Не было Катастрофой Для данного Человека Да Все это Очень важно Татьяна Александровна И подводя итог Нашей встречи С какими словами Может быть Вы хотели бы Обратиться К зрителям Уважаемые жители Воскресенского района Позаботьтесь о себе В первую очередь Сами Потому что Никто не будет Следить за вашим здоровьем Так Как вы можете Сами А для этого В принципе Очень многое Не надо Нужно ежегодно Проходить Профилактический Медосмотр То есть Это нужно делать С детского возраста И Плюс Правильное питание Рациональное Физическая активность Отказ от вредных Привычек Таких как Курение Злоупотребление Алкоголем И Наркотиками И То есть Поверьте У вас Заболевания Могут Или вообще Не наступить Или появятся В очень преклонном возрасте Позаботьтесь о себе Спасибо Татьяна Александровна Всегда Не лишнее будет Напомнить о том Что надо заботиться О своем здоровье А я вам Уважаемые зрители Напоминаю Что сегодня В гостях Студии Скрабек Была заведующая Отделением Медицинской профилактики Центра здоровья Татьяна Александровна Власова Всем доброго И до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин